Анжей Дуда привел к присяге Дональда Туска и его правительства. Что нас интересует, это министр иностранных дел Радослав Сикорский, которого вы поздравили, который ответил вам очень, ну скажем так, приятно для нашего глаза. В частности, написал «Живе Беларусь». А вы знакомы лично с Сикорским, с Туском? Что-нибудь такое человеческое, можете о них сказать? Да, я знаком, наверное, где-то с 2007 года, еще когда я был послом Беларуси в тот период. Я помню, что Радослав Сикорский, когда стал министром иностранных дел, тогда как раз-таки наметилось определенное потепление в отношениях с Европейским Союзом. Вместе с министром иностранных дел Швеции, Бильтом, они были инициатором такой инициативы, как «Восточное партнерство». Это проект, придуманный ими вдвоем, направлен на то, чтобы больше ангажировать, привлекать к сотрудничеству страны постсоветские, возникшие после распада Советского Союза, к сотрудничеству с Европейским Союзом. Поэтому сама проекта и идея была достаточно хороша. То есть через эволюцию, через коммуникацию, через контакты, больше сотрудничества, визитов, различные программы, втягивать государство в более широкомасштабное сотрудничество с Европейским Союзом. Но, к сожалению, мы знаем, чем это все завершилось. Сейчас мы видим с вами войну и полное отторжение в отношениях между, как с Беларусью, так и с Россией. Хотя Россия никогда и не являлась участником «Восточного партнерства». Она не выразила на это согласие. Сикорского я возил, помню, ну как возил, значит, я сопровождал, обеспечивал, как министр, первую его встречу с Мартыновым, министром иностранных дел, а в последующем его первый приезд в Беловежскую пущу, встречу с министром иностранных дел Мартыновым. В последующих также Сикорский и был у Лукашенко. Мы помним эту даже фотографию, этот визит, когда вместе с министром иностранных дел Германии в преддверии 2010 года они были в Минске. Да, интенсии были достаточно хорошие. Он выступал за то, чтобы с Беларусью нужно налаживать отношения, но закончилось это площадью 2010 года, разгоном, подавлением протестующих, и произошел полный разрыв. Соответственно, у Сикорского есть личный опыт общения с Лукашенко, есть личный опыт общения с многими белорусскими чиновниками. Он прошел через ситуацию, ну, в определенной степени предательства, ситуацию, когда партнеры не сдержали своих обещаний. И он понимает, что можно ходить по кругу много раз, много лет, повторять этот круг каждые пять лет после того, как Лукашенко оставляет власть силой, фальсифицирует выборы, но ни к чему это не приводит. Уже как с депутатом Европейского парламента, мы встречались с ним также неоднократно и в Брюсселе, и в Страсбурге. И, кстати, он даже организовал интервью на своем YouTube-канале, где он у меня как раз получилось так, брал интервью после начала агрессии России в отношении Украины. И если кто заинтересован, может найти это в нашем Telegram-канале. Вчера был пост, и как раз там есть ссылка. Поэтому по нарративу у него очень четкое понимание сегодняшней ситуации и роли в этом Лукашенко. Опять же, мы помним, что с трибуны Европейского парламента, мне это очень хорошо запало в 2021 году, потому что мы в преддверии этого выступления в Европарламенте встречались с ним. Он прямо сказал, что Лукашенко должен быть привлечен к ответственности в рамках международного суда и также должен быть признан террористом. Основанием признания террориста он назвал тогда миграционный кризис, но мы понимаем, что у него есть основания и захват гражданского самолета. То есть он выступает за ответственность, международную ответственность Лукашенко. Вот такой твит я опубликовал, поздравляя его с назначением министра иностранных дел. Туск также имеет личное общение. Это вы сейчас про Сикорского говорили, это министр иностранных дел. Туск, вы знаете, я предварю ваш ответ просто некоторыми любопытными фактами. Довольно влиятельное издание Politico, есть такое, назвало Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы. Смотрите, ни Макрон, ни Шольц, Туск. Говорит ли это о том, что Туск способен взять на себя, ну, как бы такое лидерство в Евросоюзе и задать новую динамику, в частности, в отстаивании интересов Украины, Беларуси? Я не знаю, может быть, какую-то стратегию уже, наконец, выработать в отношении нашей страны? Два слова в отношении Туска. Туск общался с Лукашенко, у них были телефонные разговоры, поэтому он тоже прошел через этот опыт общения. После того, когда разбился самолет с президентом Лехом Кочинским, он также приезжал через Беларусь, получается, в Катынь, на территорию Российской Федерации. Но у него есть тоже четкое понимание внутренней ситуации в Беларуси. Он встречался с Тихановской, он понимает, какой уровень репрессий, и что творится в нашей стране. Это люди, которые абсолютно привержены главным принципам, стандартам соблюдения демократии, свободы слова, прав человека. И они не пойдут на компромиссы, которые бы позволили прикрыть глаза на нарушение прав человека, а взамен этого мы попробуем договориться. Ну, по крайней мере, я так думаю, конечно же, это они будут принимать соответствующие решения. Что касательно влиятельности Тусков, безусловно, то, что он стал премьер-министром Польши, это вызвало большой энтузиазм в Брюсселе, в Страсбурге. Это как бы вселяет надежды у европейских чиновников, у лидеров Европейского Союза, который выступает за объединение, что Польша будет более активно сотрудничать с ЕС. Хочу сразу, кстати, оговориться. Поздравляю Тускова и поздравляю Сикорского с назначением. Мы должны все-таки четко сказать, что и предыдущее правительство Польши во главе с Моровецким, министром иностранных дел РАУ всегда выступало в поддержку белорусского общества. Нам нечего сказать плохого, а мы должны говорить хорошее, за те условия, которые были созданы для белорусов, которые вынужденно покидали территорию Беларуси. И это сотни тысяч, которые пребывают сейчас на территории Польши. И было бы абсолютно некорректным, неправильным здесь использовать, как бы, знаете, политические ситуации изменилось, пришли к новой власти. Вот они лучше, чем те, которые были. Я не думаю, что здесь нужно ставить в категориях лучше или хуже. Нам важно, чтобы стратегия на поддержку белорусских демсил общества у Польши сохранилась. Это раз. Нам важно, чтобы не изменились условия пребывания белорусов на территории Польши. Это два. Ну, а теперь, в целом, если мы говорим по роли Польши, я думаю, что мы бы хотели, по крайней мере, такие беседы у меня были и с новым председателем комиссии по международным делам польского сейма, Павлом Ковалем, он бывший первый заместитель министра иностранных дел, чтобы Польша действительно стала лидером в Европейском Союзе по выработке стратегии в отношениях с Белоруссией, по поддержке демсил и как реагировать на действия режима. Польша крупная страна, это крупная экономика, Польша имеет протяженную границу с Белоруссией, стратегически она находится на воротах в Европейский Союз, Польша несет уже ущерб, убытки от политики Лукашенко, ну и, в принципе, это в интересах, я думаю, Польши, и здесь у нас совпадение интересов. Мы, белорусы, хотим жить в независимом европейском демократическом государстве, Польша также бы хотела, чтобы Беларусь была безопасным партнером, соответственно, независимым, демократическим европейским, и на совпадении вот этих двух интересов мы можем выстроить наши отношения. Я надеюсь, что в целом в Европе, кстати, закончу, меняется немножко отношение к важности выработки стратегии. У меня две недели назад были переговоры в Берлине, и я ощутил, что и Германия начинает более предметно смотреть на проблему Беларуси. Вчера у меня была встреча в Министерстве национального дела Франции. Вот я сейчас еду на очередную встречу с политическим директором и ключевой фигурой в парламенте Франции. Я услышал очень важные слова. Мы недооценили стратегическую роль Беларуси в 2020 году. И сейчас роль Беларуси может быть стратегическим ключом решения проблемы в целом войны. Это было сказано в Париже. Я был этому удивлен, зная все-таки Францию, зная внешнюю политику Франции, отношение к белорусской проблеме. Услышать это в Министерстве национального дела – это очень важно. Соответственно, в МИД Франции, как сказал, мы будем более активно заниматься проблемой Беларуси и отстаивать позицию демократических сил. То есть еще, кстати, была встреча, одна достаточно высокоуровневая, с американцами. Американцы признали фактически тот тезис, о котором мы говорили раньше, что если бы в 2022 году Беларуси победили демократические силы, и у власти сегодня было бы в Беларуси демократическое правительство, и здесь не о личностях, а именно о демократическом правительстве, то войны 2022 года могло бы и не быть. И вот то же самое я услышал вчера в МИДе Франции. Поздно, к сожалению, поздно, но вместе с тем хотя бы сейчас. Это дает основания выработать стратегию. Кстати, Польша, действительно, я убежден, должна или будет лидером в этой стратегии. По крайней мере, мы сделаем все, чтобы убедить наших партнеров в этом. Павел Павлович, а вот КГБ говорит, что готовы перевернуть страницу в отношениях с Польшей и странами Балтии. Глава КГБ Иван Тертель заявил, что разные времена бывали, но сейчас отношения с Польшей находятся на беспрецедентной низкой точке. Практически их нет. И это не Беларусь виновата, потому что Беларусь не вводила санкции против Польши и прочее, прочее. Но, с другой стороны, кто держит почебута в заложниках, да, и вообще их риторика выглядит так, как будто их сильно поприжали. Ну, с другой стороны, зачем так унижаться? Умолять Польшу, страны Балтии, дружить с Лукашенко. Вот этот призыв Тертеля, о чем он говорит? И вы же помните, что и Лукашенко тоже не так давно уже какие-то примирительные речи начал в отношении поляков. Ну, понятно, что после выборов, когда понял, что оппозиция все-таки придет к власти, что вы думаете, почему их так прижало там? Первый тезис. Они выполняют задание Пекина, Китая. Условное задание, потому что Китай дал последнее китайское предупреждение Лукашенко. Он не позвал на саммит один пояс, один путь. Потом Лукашенко напросился. Он очень активно хотел прилететь в Китай. Быстренько рванул из Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы упасть на колени и попросить прощения. Это не я. Во всем виноват Володя Путин. Это он направляет нелегальных мигрантов. Он создает кризис на границе. Из-за этого Польша может закрыть границу. Литва, Латвия и Польша уже закрыла несколько пунктов пропуска. Поэтому им поставлено задание. Вернее, они понимают, что если не удастся нормализовать отношения с соседом, таким как Польша, и это приведет к ограничению возможностей транзита Беларуси, это ударит по интересам Китая. И Лукашенко получает очень серьезную подножку по одной ноге. А на одной ноге, согласитесь, но он же не страус, да, стоять или цапля. Он стоять достаточно тяжело. Ему нужна эта вторая нога. Что касательно риторики Терцеля. Я, конечно, удивлен, что представитель КГБ делает такие заявления. Будучи послом, я прекрасно осведомлен, что соответствующие консультации подковерные велись всегда. В мою бытность послом Польши они велись на уровне секретарей Советов Безопасности, Бюро национальной безопасности при президенте Польши и секретарей Совета Безопасности при Лукашенко. Эти конфиденциальные переговоры велись, когда были самые критичные отношения. Терцель делает это публичное заявление. Скорее, это адресовано для внутреннего пользователя. Так же, как и Лукашенко. Смотрите, мы же такие хорошие, мы выступаем за мир. Мы хотим тут дружить с Польшей. А вот эти поляки, они же такие плохие. И Запад в целом, как всегда, они от нас отворачиваются спиной. Но вы знаете, это выглядит сегодня так. Пришел сосед к соседям, убил жену соседа. А потом пришел в следующий день и говорит соседу, слушай, давай дружить. Давай забудем, что там я убил кого-то. Это же ты разрушил на меня. Да, забыли про эту тему. Преступление совершено. Это нужно главное понять. Масштаб, уровень преступлений настолько огромен, что, извините, забыть это не получится. И наша задача, и вот то, что были консультации сейчас в Брюсселе, консультативная группа второй раз заседала. И то, что у меня вчера были встречи в Министерстве иностранных дел Франции, в Национальной Ассамблее Франции с группой по сотрудничеству с Беларусью. Первый тезис, который я говорю, ответственность Лукашенко за три вида преступлений. Военные преступления против украинских детей, преступления против человечности, 136 тысяч против белорусов. Третий вид преступления – это агрессия. Из четырех наиболее существенных международных преступлений Лукашенко подозревается в совершении трех. Он еще не дошел до геноцида. Хотя, я думаю, многие белорусы могут сказать, что он осуществляет геноцид в отношении белорусского народа, уничтожая нашу мову, культуру, историю. Но по кулису, пункту гледжения, международного права квалификовать это нельзя. Но три он совершил. Последний вопрос. У нас еще есть три минутки, насколько я знаю. Вы говорите о том, что Китай задал вопросы. Лукашенко поехал и ответил на эти вопросы. При этом два дня назад Путин подписывает закон о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси. И в документе в этом четко и ясно значится. Белорусские платежи по кредитам переносятся. В то же время подписан документ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих России и Беларуси. Я когда две этих новости сопоставил, мне показалось, что Лукашенко в Китай-то слетать слетал. Но продолжает при этом радостно продавать суверенитет страны. Вот как бы, ну давайте отложим. Хорошо, хотите армию здесь у нас вашу? Пожалуйста. Только не душите нас деньгами. Ну так это выглядит. Лукашенко как цыган продаст все. Ради того, чтобы сохранить хоть призрачную власть. Ради того, чтобы сидеть на этом троне уже 30 лет. Поэтому он продает страну. Китаю, России, дьяволу. Он продаст кому угодно. Это по сути такой низкий человек. Конечно, с точки зрения уже внешней политики, еще раз говорю, ему нужно балансировать для того, чтобы выжить в этой истории. Ставить все карты на Путина для него тоже невыгодно. Он понимает, что ему нужен еще один центр силы, центр опоры. И таким является Китай. Россия же то, что делает, открывает, уже фактически давно открыла учебно-боевые центры. Сейчас же происходит чисто формальная ратификация. Это, кстати, тоже с точки зрения международного права нонсенс. Сначала понаоткрывали военных баз дополнительно российских учебных центров. А теперь они ратифицируют соглашение. Перенося кредиты, да, это вообще то, что происходит в наших глазах. Это использование союзного государства как инструмента прикрытия инкорпорации республики Беларусь. Мы, как команда Народно-антикризисного управления, на прошлой неделе опубликовали соответствующий отчет. И передали нашим партнерам, в том числе и в Брюсселе, с предложением применения санкций в отношении институтов союзного государства, всех тех лиц, которые участвуют в процессе инкорпорации Беларусь. Лукашенко нужно перенести кредиты, потому что экономика находится в плачевном состоянии. Ведь производительность труда не успевает за ростом уровня заработных плат. Но у вас есть Римашевский, который, я думаю, прекрасно это все рассказывает, лучше, чем я, экономист. Поэтому ему нужно перенести выплату долгов, ему не за что платить по этим долгам. Но русские рады стараться. Взамен, конечно, они что-то купили у Лукашенко за это очередной, к сожалению, часть нашего суверенитета и независимости. Но учебные военные центры, их, с одной стороны, тяжело открыть, но их еще будет тяжелее закрыть. То есть ввести это одно, а вот вывести в последующем эти базы, это будет сложно. Это перманентное присутствие российской армии, это сфера влияния, это фактически военно-политический контроль на территории Беларуси. Наряду еще и с ядерным оружием. Кстати, там в соглашении очень интересно прописано, что количество их в последующем могут определять Министерство обороны, если я не ошибаюсь. Места расположения Министерства обороны двух стран. Так что они могут эту тему в последующем еще и развивать на тот уровень и по масштабу, как они захотят. Как им надо. Я должен бежать, извините, а то опоздаю в Министерство обороны дел. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин